Так, что мы делаем сейчас? Мы берем эти лопаточки, мы берем эту лопаточку для начала. Так, идем. Бусянька, пошли, пошли маме будешь помогать. Пошли, малыш. Буся, пошли, пошли, мой хороший, мой помощник золотой. Так, я вчера из-за стресса, кстати, ничего вообще не ела, в рот не полезла. Легла в 10 часов вечера спать, ну, просто отрубилась, знаете, организм все-таки требует какого-то отдыха. Так, здесь свет выключаем. Ну, как бы, стресс женщину украшает. Я скинула полкилограмма, пожалуй, скинула. И мы сейчас себе поднимем настроение. Уже немножко стемнело, пока я видео монтировала, но мне как бы пофиг, когда работать. Вот эти фиалочки я посажу. Начну с фронт-ярда. Все-таки там, знаете как, и посажу, наверное, там вот эти гвоздички. Нет, вот эти вот красивые. Красивущие. Так, посмотрите, я бусенка привязала, чтобы он маме помогал. Так, повыносила сюда цветочки. И сейчас будем работать. Ну вот, бусик может завалить мой штатив. Вот ездит почта мимо нас. Посылка непонятно где. Так, ну что, у меня здесь все инструменты есть, рукавички есть. Приступаю. Я начну с этих горшков. И посажу у них фиалки. Бусик на травку улегся. Я думаю, что так ему будет интереснее, веселее. Чтобы только он не завалил мой телефон. Буиску закрыть пришлось. Иначе мой телефон свалится. Он хочет ходить туда-сюда. А мне нужно сделать мою работу. Так, все. Рукавички есть. Двойные рукавички, кстати. Потому что здесь уже дырочки. Берем вот это. Снимаем. И это снимаем. Боже, вот это вот все такое трухлявое старье. Я в руки беру. А оно разваливается, видите. Мне нужно в этих горшках полностью поменять землю. Загрузить туда новую. И посадить цветочки. Что получится, я вам покажу. Так, ребят. Самое интересное. Станавливаюсь на весы. Два дня стресса. Два дня без ужина. Посмотрим. Сколько у меня получается. Было 61. Ух ты. 58 500. Ну, минус тапки тяжелые. И моя одежка. Всем привет. Я без макияжа. Только что отработала свой фитнес. Настроение хорошее. Девочки, мальчики. Всем привет. Надеюсь, вы тоже в порядке. Нужно мне красить голову. А я хочу закончить с огородом. И на мне такой смешной костюм. Это Дисней. И вот прошлый раз, видимо, когда я красила голову, и было еще холодно и прохладно, как бы у нас в доме в том числе, я, видимо, эту кофту накинула на себя. Ну, это не кофта, как называют, толстовка на байке, да. И вот полезла краска, видимо, во время стирки. Что я хочу сказать. Комменты не читала, не было ресурса. Знаете, как у меня стресс был два дня, почти двое суток. Или, наверное, больше. Мы ругались с мужем. А чтобы читать комменты и отвечать на них, нужно быть в таком стабильном состоянии. А я думаю, сейчас еще какой-то коммент, может быть, негативный прочитаю. И вообще, знаете как, солнце померкнет. Но нет. Поэтому всем спасибо за хорошие, добрые слова. Обязательно всем отвечу. Покажу свой огород. Беру очки и очкарик. Но сначала я вот покажу, чем я отравилась. Мне, блин, сегодня, наверное, придется ехать в магазин, чего мне не очень хочется. Ну, то есть, время терять. Вот это вот кофе, растворимый кофе. У меня обычный кофе закончился. Молотый, так сказать. Блин, это пить невозможно. Оно просто какое-то кислое. Я намешала, мне до сих пор плохо. Собачке даю эти таблеточки еще, пробиотик. У меня на завтрак вот два яйца. Здесь еще лежал накрытый вот этой мисочкой вкусный бутерброд с авокадо и копченой рыбкой. Сейчас этого бутерброда нет на месте. Его слопала благополучно, дай ему Бог здоровья, мой муж. И вчера еще жарила я вот такую вот капустку. Цветная капуста. Очень вкусная получилась. Это тот, который не ест... Он тоже ел эту капусту. Это тот, который ест только дешевое мясо и гарниры, как он мне сказал. Я, кстати, вчера ему... Ну, вы помните, да, мы с мужем... Я рассказывала о скандале, и он мне сказал, ешь только макароны и сыр. А я за здоровое питание все-таки. Я ему напомнила, что мои салаты он тоже ест. Ему уже нечего было крыть. Я их ем, потому что ты их готовишь. Представляете, какой ужас. А потом дальше расскажу, чем закончилась наша с ним история. История еще не закончилась. Хотя я себе уже искала даже недвижимость. В который-то раз, да, и смотрела, сколько стоит аренда квартиры. Я, естественно, хотела бы жить поближе к большому городу. Но это будет позже. Так, покажу цветочки. Значит, вчера я вечером заканчивала. Все это высаживать. Еще не до конца сюда делала. Но я ж упрямая. Я уже хотела сделать большую часть работ. Видите, здесь остался кустик лаванды. Вот это вот. И ежевика. Я полила. Муж, кстати, выбросил эту бутылку. Я ее достала из мусорки. Здесь у нас ресайкл. Потому что вот такая бутылка. Очень удобная. Широкое горлышко. Быстро наливается. И хорошо поливать. А вот у меня есть еще лейка. Вообще неудобная. Так, вот эти вот цветочки. Они немножко приболели. Это гвоздичка. Они оживут. Муж вчера мне ляпнул. Вот твои цветочки все равно завянут. Ну, в общем, я ему вчера рот закрыла, короче. Это если коротко. Я говорю, ну, хорошо, ты вдохновляешь. С тобой просто хочется жить и творить. Но все равно, кто бы нам что ни говорил в спину, это значит, что мы впереди. Цветочки я все равно посадила. Вот это вот был такой, знаете, широкий клубень такой. Знаете, я хотела его разделить. Блин, повредила корни. Надеюсь, он оживет. Потому что хотела, ну, как бы рассадить по разным местам. Не получилось. Надеюсь, он оживет. Нужно еще полить. А здесь я посадила траву. Ну, типа петрушку, какую-то итальянскую зелень. Кинза. Вот я вспомнила. Вот здесь вот все. Посмотрим, что прорастет. Я все делала вот на этой клееночке. Там осталась еще земля. Вот. И здесь нужно замести. И я бы очень хотела сюда все-таки купить столик. И зонт, знаете, такой для пати. Мусяня, идем. Так, показываю, что я сделала на фронт-ярде. Это показ окошко. Еще не завтракала. Не хочу выходить. Вот, показываю. Посадила цветочки. Уже пойдем с Бушкой гулять. Я вам все расскажу и покажу. Какая умничка. Какая молодец. Там, где крокодил, еще осталась залысина. Но там должны вырасти два пышных куста. Я пока еще не знаю, чем там заставить эту залысину. А здесь стало повеселее. Продолжение следует.